Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается того, что человека интересует темой воскресного папы. Сейчас давайте мы с вами этот вопрос зачитаем, потому что он достаточно интересный, любопытный. Но сам вопрос достаточно узко направленный. Меня зовут Мария, мне 30 лет, не замужем, детей нет. Образование высшее, специалитет, магистратура. Работаю программистом достаточно хорошей компании на позиции высшей средней. Стабильная белая зарплата с небольшим серым налетом, собственное жилье. Родители в разводе, мать с отцом разорвали навсегда отношения, когда мне было чуть меньше года. Ни разу в жизни не чувствовал себя ущербно из-за того, что никогда не видел отца. С личной жизнью не сложилось, было два серьезных отношения, двое серьезных отношений с очень хорошими достойными людьми. Последние отношения окончились 4 года назад, сейчас начать серьезные отношения не удается. Есть ряд критериев к партнеру, они достаточно высокие, в том числе образование, причем не просто корочка о высшем образовании, но и реальные знания. Но понимать их не хочу, я полностью соответствую этому уровню, и в качестве аргумента могу назвать пример фильмом «Весна на заречной улице», тем, что у учительницы Столивара будущее маловероятное, слишком разные люди. Мое мировоззрение все должно быть вовремя, поставлять в ВУЗ нужно 18-20 лет, а то, что кто-то пошел учиться поздно, это просто пример того, что никогда не стоит задаваться, но ориентироваться на него нельзя. Рожать надо тоже вовремя, с точки зрения медицины до 25, на крайне до 30. Да, я понимаю, что медицина сейчас шагнула вперед, люди успешно рожают в 40, но мое мировоззрение считает, что я и так слишком вышел за пределы разумных сроков, опять же, в моем понимании. Возможные трудности в воспитании ребенка одной, понимаю, материально проблем не имею, готова двигаться на этом пути без мужского плеча рядом. В следующий момент я звал человека, который мог бы помочь мне в этом начинании. Человек номер один готов помочь под честное слово, что наши с ним пути больше никогда не пересекутся. Человек номер два говорит, что хотел бы принимать эпизодическое участие в жизни ребенка, иногда видеться, иногда помогать материально. Конечно, с точки зрения логики, было бы неплохо, если бы ребенка был эпизодический папа, но неплохо ли это с точки зрения психологии? Но дело, когда папы нет, и все, но нет, потому что нет, так получилось. Другое дело, когда папа как бы есть, но он где-то далеко, погулять не может, когда может, может приехать, кто его знает. В общем, некая неопределенность, мало ли вдруг могут возникнуть вопросы у ребенка, а не плохой ли он, раз папа с ним не желает видеться. Это у меня остаточные знания от университета в голове проснулись. Не получится ли, что воскресный папа это что-то, что в интернете называют отрубание хвоста по частям? Вопрос с точки зрения психологии, какой вариант предпочтительный или в каком из вариантов меньше недостатка? Ну что ж, я думаю, что вначале я отвечу на вопрос, но вопрос, потому что мне кажется, что автор в первую очередь нацелен на это. И мне кажется, что это вообще важнее всего. А потом скажу несколько слов, опять же с точки зрения психологии, на всю ситуацию в целом. На мой взгляд, нет варианта плохого или хорошего для ребенка, потому что ребенок по большому счету считывает ту информацию, которую несете ему вы. Если будет так, что и в первом, и во втором варианте вы будете вести себя абсолютно естественно, абсолютно спокойно, абсолютно нормально, то ребенок будет ориентироваться на вас и, в общем-то, нормально это будет проживать. Совершенно не важно, какой вариант здесь выбирать. Потому что бывает и тот вариант, бывает и другой вариант, и, в принципе, нет корреляции между вариантами и тем, как люди на него реагируют. Вот с чем корреляция есть, так это соотношение. То есть, как вы сами сказали, с точки зрения логики, эпизодически папа кажется лучше. Да, с точки зрения логики, это действительно может быть и так. Но дело в том, что человек здесь сталкивается с вызовами определенными. Это взаимодействие с другим человеком. Вот. Это разность настроения, это привычка и так далее. И это все вызовы для человека, вызовы для вас. Ну, например, сейчас вы, как бы, говорите о том, что справитесь самостоятельно. И я вам верю. У меня нет ни капли сомнений в том, что вы можете справиться самостоятельно со всем. Но у вас будет разное состояние. Особенно там в период беременности, особенно там в период, когда ребенок будет маленький. Вот, мы еще не знаем, какой это будет ребенок, да. Будет ли это ребенок активный, который будет требовать много внимания. Будет ли это ребенок спокойный. Или будет ли это ребенок, у которого будут некоторые проблемы. Вот. Это, конечно, не то, чего я хочу. И ни в коем случае не говорю, что у вас будет так. Но, тем не менее, вероятность подобного отрицать, на мой взгляд, нельзя. Так вот. И появление партнера будет бросать вам вызов. И на этот вызов вы будете как-то реагировать. Вот. То есть, это вопрос того, как вы справляетесь с вызовами. То же самое касается и папы, которого нет. Это тоже вызов. Потому что ситуации могут быть разными. И в определенный момент вы можете оказаться в ситуации, когда у вас появится мысль о том, что да, вы договорились, да, вы так решили, но и дальше по тексту. Короче говоря, ваше умение обращаться с вызовами здесь играет решающую роль. Если можете справляться с вызовами, то выбирайте вариант исключительно такой, какой вам больше нравится. Я думаю, что вы с вызовами справляться можете. Таков мой ответ. Но есть нюанс, и он не относится к вашему вопросу. Дело в том, что, на мой взгляд, у вас присутствует, скажем так, преобладание рационализма. Я думаю, что есть причины, по которым вы не можете построить отношения. Есть причины, по которым вам не удается их построить. И главная причина, это то, на мой взгляд, что вы слишком все рационализируете. Вы тотально мыслите логикой и людей выбираете, что тоже логикой. Но отношения так не строятся. Поэтому я думаю, что здесь есть проблема с моделью женского поведения. Конечно, вы со мной, скорее всего, не согласитесь. И более того, я ни в коем случае не настаиваю на своей точке зрения. Возможно, я и ошибаюсь, потому что все, что у меня есть, это ваш текст. А как бы могут быть разные детали, которых вы не описали. Именно поэтому вначале я предпочел ответить на ваш вопрос, чтобы моя совесть была чистая и чтобы вы получили то, что вы хотите. А дальше, если вам не интересно, вы можете просто перестать слушать мой ответ и все. Но тем не менее, тем не менее, то, что я вижу, это тотальное преобладание рационализма. Рационализм нужен человеку тогда, когда человек подавляет или опасается, боится своих чувств. Косвенно вы затронули тему неопределенности. И я сделал из этого такое предположение, что возможно неопределенности опасаетесь и вы сами. Хотите, чтобы все было определенно, хотите контроля. И вот это ощущение контроля, все нужно делать вовремя и так далее, оно и попально присутствует. Это не лучшая идея, это не лучшая позиция для психологической жизни самого человека, не лучшая позиция для взаимодействия с ребенком. Вот. Потому что, сами того не желая, вы как бы написали, что мое мировоззрение считают вот так. То есть, есть у вас некая концепция, которую вы придерживаете. Но жизнь, с моей точки зрения, и сам человек, опять же, с моей точки зрения и с точки зрения той школы, психологии, к которой я себя отношу, гораздо больше и гораздо многограннее любых концепций. И вот основная проблема в том, что вы под свою концепцию пытаетесь подогнать все. Это раздает ожидания, это раздает разочарованность. При высоком уровне интеллекта и разанализаторской деятельности, вы можете себе достаточно хорошо это объяснять, не вступать в контакты, избегать и так далее. Короче говоря, не жить. То есть, в целом, у меня рисуется образ человека, который привык подавлять свои чувства, который привык опираться только на логику и на концепцию. В целом, у вас такая позиция родительская, все должно быть вовремя, это ДТП, это родительская позиция. Она еще вам мешает, скорее всего, устроить отношения с мужчинами, потому что с мужчинами нужно уметь быть слабым. А слабым, как вы кажется, быть вы не умеете. Опять же, это мое предположение, могу ошибаться, я не утверждаю. Я этого не знаю наверняка, потому что все, что у меня есть, это ваш текст. И возможно, если бы мы с вами побеседовали, выяснилось, что все у вас с этим в порядке, и, например, вам просто не везло с партнерами. Тем не менее, то есть вам 30 лет, то есть у вас не получается сейчас построить отношения, а до этого у вас несколько отношений разваливались, а также то, что ваши родители развелись, создает определенную картину. Да, вы не чувствовали себя ущербными, это правда, но дело не только в ущербности. Когда ребенок, а именно девочка, растет без отца, она не умеет быть женщиной, она не привыкает быть женщиной для мужчины. Поэтому у многих женщин, которые росли без отца, есть проблемы в отношениях с мужчинами. Проблемы совершенно разные. Кто-то становится для них родителем, кто-то становится для них созависимым, не важно. Важно, что конструктивные отношения отсутствуют. У вас очень высокий интеллект, у вас прочная концепция вашего мировоззрения, но она же является основной вашей проблемой, что блокирует вашу суть, вашу природу, ваши импульсы, ваши чувства, ваши порывы. Вот, вы сами заточили себя в эту концепцию. С точки зрения психологии нужно помочь вам научиться чувствовать себя, помочь вам быть собой, помочь вам выйти за пределы этой концепции вовремя, не вовремя и так далее, и так далее, и так далее. Вы говорите, что у учительницы Столивара будет все маловероятны. Это не так. У них будет все не более маловероятны, чем у кого бы то ни было. Только понимаете, какая штука? Люди думают, что наличие общего между ними – это исчерпывающий момент для построения отношений. Это не так. Общее, то что есть между людьми, является хорошим стартом, трамплином, если угодно. Но это никак не обеспечивает гарантию построения отношений. От слова совсем. Поэтому люди, допустим, учительницы и учитель Столивара и Столиварка, могут быть вместе, могут создавать иллюзию того, что у них есть общего и они друг другу подходят, но вот сама концепция того, что люди друг другу подходят, требует пояснения. Просто мне кажется, что у вас концепция того, кто кому подходит, является ошибочной. Опять же повторюсь, с точки зрения психологии, с точки зрения той школы, к которой я себя отношу. И вот если у вас это откликается, если вы готовы меняться, если вы хотите меняться, то вам нужна терапия. Индивидуальная, регулярная, для изменения себя. Для отхода от той концепции, от того мировоззрения, которое я писал. Вот это мировоззрение, оно достаточно ригидно, оно костно. И оно будет вам вставлять палку в колонку. И дальше. Нет, конечно, вы можете продолжать жить так, и я уверен, что вы проживете хорошую жизнь. Но, как психолог, я вижу определенную проблему и должен вам на нее обратить внимание. Повторюсь еще раз на всякий случай. Это только предположение. Я не утверждаю наверняка ничего. Я вполне допускаю, что ошибаюсь. И, тем не менее, взять пару консультаций, поговорить об этом. И посмотреть, как обстоят дела, мне кажется, вполне можно. Ну, просто потому, что, конечно, эти варианты хорошие, которые вы предложили, но вы почему-то забиваетесь сейчас на отношения, ради того, чтобы успеть вовремя сделать то, что вы считаете. Вы понимаете, рожать ребенку только потому, что пора, очень, очень странно. Это на его личность окажет влияние. И на ваше отношение окажет влияние. На мой взгляд, по отношению к ребенку, это не совсем гуманно. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Продолжение следует.